Всем привет! Вы смотрите Кадры. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, заслуженный артист России Карен Бадалов. Здравствуйте, Карен Карансович. Здравствуйте, Матвей. Здравствуйте. Добрый день. Вы один из ведущих актеров легендарного театра «Мастерская Петра Фоменко». Служите в нем с самого его основания. Расскажите, как вообще создавался театр? Не страшно ли было сразу после института идти практически в никуда? Ведь наверняка в тот момент непонятно было, куда проведет это свободное плавание. Или вера в мастера у всех студентов была настолько велика, что вы были готовы пойти за Петром Новымовичем куда угодно? Вы правильное слово сказали. Вера. Вера в мастера была абсолютной. И до сих пор она во мне не иссякла. Петр Новымович набрал нас в 1988 году. И этот курс, с этого курса, в общем, театр и был организован. Это курс, на котором сестры Кутеповы, Галина Борисовна Тюнина, Мадлен Джабраилова. Ну, про мужиков не буду говорить, это все понятно. Вот. И просто к моменту, когда мы заканчивали институт, обычно на актерском факультете актеров учат 4 года. Нас оставили актеров еще на один год, на пятый год, чтобы люди, кто не москвичи, могли жить в общежитии. И формировался, чтобы был сформирован репертуар. И все понимали, что репертуар очень ценный. Было много спектаклей, которые не хотелось терять. И в 1993 году было принято официальное решение о создании театра. А название очень простое. Театр называется «Театр-мастерская Петра Фоменко». На режиссерском факультете нет понятия, там курсы такое. Там говорят «мастерская». Была «Мастерская Хейпица», «Мастерская Захарова», «Мастерская Фоменко». Поэтому и театр естественным образом стали называть «Театр-мастерская Петра Фоменко». Так это название и осталось. Вот. Вы говорите «страшно». Не, не страшно. Потому что когда ты работаешь, и с утра до вечера занят творчеством, еще чем-то, то ты не думаешь о том, что страшно или не страшно. Ты просто занимаешься своим делом любимым. А дальше уже кривая вывезет. Никуда не денемся. А по вашему мнению, тяжелее какая профессия? Режиссер или актеровщик? Я думаю, что профессия режиссера гораздо тяжелее, потому что режиссер отвечает за все. Актер отвечает, скажем так, за свое дело, да? Ну, хороший актер отвечает не только за себя. Он еще отвечает за партнеров и понимает, что происходит. А режиссер отвечает за все. Плюс режиссер, с моей точки зрения, человек должен быть более образованный. Потому что сюда входит и знание драматургии, знание мировой культуры, знание музыки и всего остального. Актер может этим не обладать. Это правда. А режиссер, мне кажется, обязан этим обладать. А вот актерская профессия выглядит очень привлекательно. Огромное количество молодых людей о ней мечтают. И примерно такое же количество взрослых отговаривают своих детей идти по этому пути. Что вы можете посоветовать и тем, и другим? Ну, взрослых я понимаю. Потому что, с их точки зрения, это не профессия. Это лицедейство, да, такое. Молодых людей я тоже понимаю. Потому что вы же думаете об актерской профессии не о том, какая она изнутри. И что это за черный хлеб такой, который придется часто есть без масла. А иногда сухари, а не хлеб. Вот. Вы же видите людей удачливых? Тех, кто состоялся. Ну, скажем так, медийных, да? И на основании вот этого вы составляете свои впечатления о профессии. А я вам скажу, огромное количество людей, которые не состоялись в этой профессии. И очень много трагедий по этому поводу. И это правда. Я состоялся, мне повезло. Мне повезло, что я попался к Петру Наумовичу. Мне повезло, что мы создали театр. И благодаря этому, в общем, потом кино, еще что-то, да, радио. Ну, к определенному возрасту, грубо говоря, нас знали. И знали театр, и все, и поэтому нас тоже стали знать. Огромное количество людей, которые, как цветки в проруби, между берегами вот так мотаются и не могут никуда пристать. Молодым очень тяжело в этой профессии. Вам кажется, ну, тем, кто идет, ведь мало кто, я думаю, сейчас из молодых людей хочет работать в театре. Многие, все хотят в кино попасть. Ну, понятно, кино – это популярность, это, в конце концов, деньги, да, и все остальное. Но огромное количество людей, которые туда не попадают, либо попадают на небольшие эпизоды и так всю свою жизнь занимаются. А амбиции огромные. В этой профессии есть такое слово – тщеславие. Это опасно. Профессия очень опасная. Палка о двух концах. Второй конец чаще бьет по башке, чем первый превозносит. Нет, это правда. Плюс люди, которые идут в эту профессию молодые, не понимают, с чем они будут столкнуться. Если они попадают к хорошему мастеру, который требует очень много и учит, то, скажем так, я бы не назвал это даже профессией. Здесь есть свое ремесло, есть свои ремесленные моменты, еще что-то. Это образ жизни. Вы начинаете жить по-другому, мыслить по-другому. Это очень опасная профессия. Близкие люди могут вас не понимать. Это еще связано с определенной психоделикой этой профессии, когда нервы бывают оголены. И для людей, не знающих, не понимающих, что происходит с человеком, это зачастую просто людьми воспринимается, как, как вам сказать, как несдержанность или еще что-то, да? Ну вот. Профессия такая, она замечательная. Я ее обожаю. Я не хочу другой. Но для молодых она может быть опасна, если не иметь культуры. Вот сейчас послушайте, о чем я говорю. Культура ведь она только... Если вы думаете, что вы прочли там тысячу книг и посмотрели огромное количество каталогов, живопись, еще вы культурный человек. Ничего подобного. Человек может не прочесть, может прочесть одну-две книги и быть фантастически культурным. Я встречал таких людей на периферии, они встречаются, их много. Культура – это умение терпеть, это уважать чужой труд. Уважать. Впитывать. Умение видеть. Вы же знаете, да, что можно смотреть, но не видеть. Можно слушать, но ничего не слышать. Так вот, умение слышать, видеть, воспринимать и уважать других людей – вот это для меня есть культура. И если эта культура, она зачастую... В школе же это не дают, это в основном в семье. Если вас так воспитали, и вы это вынесли из семьи, вы счастливые люди. Значит, у вас все будет в жизни хорошо, неважно какой профессией вы будете заниматься. Вы мастер актерского курса в институте. Уже дважды выбирали из абитуриентов в себе, студентов. Насколько это вообще тяжело? И вы выберете, как не пропустить талант? И как вы выбираете по таланту или по совпадению вкусов, интересов? Понимаете, сразу, когда приходит человек, по совпадению вкусов и интересов вычислить человек невозможно. Ну вот, вам сколько лет? Восемнадцать. Пятнадцать. Тринадцать. Ну вот, тринадцать, пятнадцать, восемнадцать. Ну вот, смотрите, вот вы, предположим, приходите, я вроде взрослый, умудреный опытом человек, кого я вижу? Я вижу молодого девушку, да, у которой хочет быть актрисой. Вы читаете прозы, басни, стихи, да, там, просим иногда спеть, станцевать, если человек умеет это делать. Что я смотрю? В первую очередь, мне интересно, есть ли у человека обаяние? Потому что, когда говорят о свободе абитуриентов, это смешно, потому что вы все равно все в состоянии катастрофы находитесь, да? А в состоянии катастрофы человек редко бывает свободным, согласитесь, да? Поэтому мне интересны взгляды человека, когда коллоквиум, куда его тянет, что к чему. Но зачастую мне интересны, мне очень интересны люди, которые думают, и которые хотят быть личностью, которые отстаивают свою точку зрения. Понимаете? Вот это мне очень интересно. Мне, конечно, важна фактура, от этого никуда не деться, внешний вид. Но поверьте, что это не панацея. Приходят люди, когда ты их смотришь, думаешь, странно. Вот ничего особенного, да? Человек начинает читать и что-то такое приносит. Я это слышу. Я не могу вам сказать рецепт. Его нет. Каждое поколение, каждые четыре года сменяется поколение. Меня это поражает. Я выпустил студентов, набрал вообще другие люди. Что случилось? Как будто просто другое поколение. История говорит, что поколение меняется раз в 20 лет. Ну, приходит новое поколение. Вот. И это очень интересно. Так вот, моя задача увидеть в молодых людях вот это будущее поколение. Это очень сложно. Конечно, бывают ошибки. Бывают. От них, к сожалению, никто не застрахован. Это всегда, скажем так, это мои скелеты в моем шкафу. Бывают ошибки. Бывает, что очень сложно, не всегда получается рассмотреть человека. Такое тоже бывает. Есть свои издержки. Есть. Но мне очень интересны ребята, в которых есть обаяние. И самое главное, насколько вы хотите заниматься этим. Если человек очень хочет, у него глаза горят. Понимаете, да? А если приходит ко мне молодой человек, не знаю, в 15 лет. Ну, в 13 вы не придете, вы еще учитесь. Вы тоже еще. Вам еще рано. В 18. И с потухшим, серьезным взглядом беда. Глаза должны гореть. А дальше посмотрим. А вот есть мнение, что прежде чем стать актером, нужно получить обычную житейскую профессию. У вас именно так и получилось. Но ведь жалко терять молодые годы на профессию, по которой потом не будешь работать. И какие-то роли уже в театре не получится сыграть. Например, Ромео из-за взрослого возраста. Вот как быть в такой ситуации? Не надо ничего бояться. И поверьте, рецептов нет. Огромное количество людей, которые сразу после школы поступают. Огромное. Сейчас можно экстерно, по-моему, заканчивать, да? Да. После девятого класса вы, например, идете там в 10-11, и вы за один год можете. Да. Там вопрос ЕГЭ, да? Каких-то вещей. Вот. Ну, это возможно, и люди поступают. В актерской профессии как раз так считается, что чем моложе, тем лучше. Это наш курс был, когда нас набрали, Патронович сказали, пенсионеров набрали. У нас в актерской группе два человека с высшим образованием, то есть средний возраст мужчин 23 года был. Это нонсенс. Предпочитает брать молодых, потому что еще у вас нет штампов, не замутнены ничем, да? Вот. Так что для актерской профессии не обязательно. Для режиссуры, мне кажется, хорошо бы иметь жизненный опыт. Это важно. А для актерской профессии нет. Не обязательно. При поступлении на актерский факультет нужно чем-то удивить, комиссию зацепить. По моему мнению, самое тяжелое – это удивить человека, который повидал уже многое, повидал уже все. Был ли тот, кто смог удивить вас, и стал ли этот абитуриент в итоге студентом? Ну, кроме обаяния, чем можно вот это удивить? Да, одна девочка была, она стала. Она меня удивила своей формой одежды, своим отношением. Еще она принесла, у нее такая была тетрадка, где, значит, фотографии. Ну, почти цениславский «Моя жизнь в искусстве», где она выступала еще. Кто-то на нее разозлился, а мне было очень смешно. Но самое главное, что она делала это очень открыто. Вот эта открытость меня подкупила. Она сейчас учится, она закончила и поступила к Никите Сергеевичу Михалкову. У него есть год, берет людей профессиональных, актеров уже со всей страны они приезжают, кто поступает. И год такой стажировки. Вот она сейчас там учится. Она не потеряла это. Этой открытости, наивности – это удивительно. Вот этим она меня зацепила, подкупила. Искренность должна быть. Да, искренность. И вот вы правильное слово сказали – искренность. Если вы приходите, не надо удивлять. Чем вы можете удивить, скажите? Только собой. Ну да. Ну вот вы, какой вы есть. А чем вы хотите меня удивить? Вы хотите мне прочитать быть или не быть по-настоящему? Ну, хорошо. Не надо меня этим удивлять. Удивите меня тем, что вы понимаете. Берите на поступление только те вещи, которые вам близки. которые вы хорошо понимаете, которые вас волнуют лично. Удивите собой. Удивите своим отношением к тому, что вы взяли. Полюбите этот текст, эти стихи, эту басню несчастную, которую никто не любит. Эту песню, прозу. Пусть их будет несколько у вас. Вы должны, у вас должны глаза гореть. Вот этим вы зацепите. А если вы придете и с холодным лицом будете мне читать, да, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, я скажу, так, стоп, спасибо. Быстро скажу. А вот в интервью вы говорите, что театр для вас в приоритете. Но было время, когда считалось, что театр может умереть как вид искусства, его заменят в кино и телевидении. Но этого не произошло, по крайней мере, в нашей стране. И даже в небольших городах есть достаточно приличный театр. Например, вот Северный драматический театр в сибирском городе Тара. Как вы считаете, почему театр сохранил вот эту свою популярность? Потому что театр живой. Кино вы смотрите, вы можете взять попкорн, как сейчас все делают, да, дома. У вас реклама, да, еще. Ну, хорошо, на платформе посмотрели без рекламы, да. А театр, вы приходите, там живые люди. Театр еще чем хорош, в кино, вы смотрите, кино снято, смонтировано. И обычно его уже не переделывают. Ну, иногда вы смотрите режиссерскую версию, бывает такое. Кому очень интересно. А в театр вы можете посмотреть спектакль, прийти через год и увидеть совершенно другие нюансы. Театр живой, он развивается. Актеры взрослеют. Не всегда это хорошо, но так как есть, да. Взрослеют, растут, и вместе с ними их роли могут трансформироваться. И это интересно. Русский наш, чем ценен наш театр, репертуарный. На Западе как? Они обычно выпускают спектакль, играют его, там, две или три недели каждый день, а потом возят. Везде играют, играют, и через год снимают, забывают. А у нас спектакль играется годами. Годами. Иногда десятилетиями. И актеры, если возраст позволяет по роли, трансформируются по жизни, опыт приобретают, и начинают трансформироваться роли. Иногда это в минус, а иногда в плюс. И вы, например, придя там, не знаю, в 15 лет, посмотрев какой-то спектакль, потом еще, еще, и вдруг вы выясняете, потом своих детей приводите, еще что-то. А он все играется, там уже другие люди играют, другой состав. Но как интересно. И получается, что театр вместе с вами живет эту жизнь. Поэтому наш репертуарный театр, мне кажется, выгодно отличается. А нужно ли как-то прививать любовь к театру детям и как их обучить культуре, поведение в театре? Ведь раньше обыденностью было приходить в нарядных платьях, в костюме каком-то деловом. А сейчас могут прийти и в спортивном костюме, и поесть во время представления? Ну вот поесть во время представления – это моветон. А то, как все приходят, так человеку удобно. В конце концов, он пришел смотреть спектакль. Ну, потом вы же понимаете, это же ярмарка тщеславия такая. Кого какие наряды есть? Все красивое надену сразу. И пусть люди приходят так, как они хотят. Главное, чтобы они приходили. Мне не важно, в кроссовках, еще в чем-то. Главное, чтобы приходили. Вот вы говорите прививать. С моей точки зрения, культура и все остальное, оно прививает с насилием. Хотите? Извините, ребята. Говорю открыто. Это правда. Ну что, вы с детства хотите читать? Вы любите читать? Ну, вы сильно отличаетесь от остальных. Я вас уверяю, что многие не хотят читать. Проще посмотреть кино «Война и мир», да? Читать четыре тома. Ну, а посмотреть несколько серий, то, что Бондарчук сделал, и замечательно все. И вроде все понятно, да? Вот. Живопись, культура, культура слова и все остальное – это прививается насилием. Ну, как объяснить, что так себя вести нельзя? Ну, не так себя ребенок ведет. Ну, что за это делают, скажите? Наказывают, да? То есть, чего-то лишают. Айпада. Не знаю, чего отбирают, да? Вместо смартфона дают вам кнопочный телефон. Вот, живите. Ну, все же, на связи же, да? Больше ничего не надо. Вот. Это насилие. Но вот как ребенка приучают чистить зубы два раза в день? Ну, что, ребенок рождается, он сразу берет зубную щетку и с радостью чистит два раза в день зубы. Ничего подобного. Да? Мыть руки перед едой. Еще что-то. Ну, какие-то такие простые вещи. Вы же принимаете душу утром, да? И вечером. Так же бывает? Бывает. Вы свое тело чистите, очищаете, а душу, а что вы делаете для того, чтобы душа была так же? Ее же тоже надо мыть? Периодически. Да? Есть люди, которые выцерковленные, которым религия помогает, да? Вера. Религия – это чуть-чуть другое. Вера. Ну, хотя эти вещи взаимосвязаны, да? Кто-то через это, кто-то еще через что-то. А кто-то возьмет Томик Пушкина. И вместо того, чтобы выйти в интернет, прочтет что-то. Хотя или вышел в интернет, скачал себе Евгений Онегин, да? Едешь по дороге и читаешь. Ну, не обязательно. Ну, это я прямо расписываю какие-то чудеса, да? Так не бывает. Вот. Может быть, вы исключение. Но это все насилием прививается. Поначалу. Потом это может войти в привычку. Привычка свыше нам дана. Замена счастью дана. Да? И потом эта привычка вас спасает иногда. В фильме «Свидетель» у вас главная роль. Скорее всего, процесс съемок занял большое время. Удалось ли это как-то компонировать с деятельностью в театре? Или пришлось пока уйти в киноиндустрию и на период времени не обращать внимания на театр? Нет, у меня так не получается. Потому что для меня театр все-таки в приоритете. И я дал расписание театральное, и съемки под это подстроили. Понимаете, на Западе люди, которые снимаются в кино, им проще. Они заняты этим проектом, да? Они в нем работают. Это мечта. Так не бывает у нас. Нет, есть люди, которые уходят из театра, потому что очень много начинают сниматься, к сожалению. Кино выхолощивает, оно использует вас в одном качестве. И это всегда так. Видят качество актера удачно, да? Но начинают использовать актера почти везде так. Сейчас процесс киносъемочный очень жесткий, потому что это огромные деньги. Поэтому нет такого, как раньше, когда люди собирались, долго репетировали, как в театре, да, еще что-то. Когда мы собираемся, мы, конечно, репетируем на площадке, но обычно тайминг заставляет нас работать более емко. Нет, мне приходилось играть и спектакли одновременно, и сниматься. Это было тяжело, я вам скажу. Были моменты, плюс я ненавижу сниматься зимой, потому что зима у нас полгода, а два месяца еще просто холодно, да? Это просто холодно. Что ни поддевай, какое термобелье ничего не спасает. А это съемки были зимой. И это еще добавляет. Съемки были сложные, тяжелые. Физически тяжелые, морально тяжелые. Театр помогал в чем-то. Очень серьезно помогала моя супруга, которая просто вокруг меня вот так велась. Честь и хвала. За это. И не только за это. Вот. Но на самом деле, вы знаете, фильм неоднозначный. Неоднозначно был воспринят. И до сих пор неоднозначно воспринимается. Я очень этому рад. Вот. Потому что задача таких проектов, с моей точки зрения, сделать так, чтобы люди задумались. Начали задавать себе вопросы. Потому что основной вопрос, который в фильме, для меня, я говорю с этим полковником Азова, да? Вопрос, а как же совесть? Главный вопрос. Вы знаете, что когда переводили на английский язык, не могли найти в английском языке точного слова? Ну, нашли conscience, да? Более рядом, но не то. Не чисто. Не смогли найти такого же слова. Про фильм могу рассказывать много, но не дай бог, чтобы на вашем веку это было. Ну, как человек, который попадает в этот ад, это даже не гуще событий, это ад. Как сохранить человеческое? Я не знаю. Почти невозможно. Что внутри у человека есть, что заставляет его в какие-то моменты не то, что рисковать. Жертвовать – это громкое слово, понимаете, да? А вести себя как человек. А вот есть актеры, которые берут все работы, которые им предлагают, аргументируют это тем, что это их профессия. Грузчик, например, не выбирает, что им грузить, помидоры или огурцы. А вот как вы считаете, должен ли актер быть избирательным в своих ролях? Не знаю. Каждый, опять же, решает сам. Потому что, ну вот смотрите, актер берет там, за все хватается, да, еще что-то. Ну, во-первых, это опыт. А в актерской профессии опыт очень много значит. Наша профессия эмпирическая, мы постигаем все путем опыта. Если бы можно было прочитать Станиславского, да, и стать актером, ну, зачем учить? Или Михаила Чехова, там, Мейерхоль, ну, много есть, да, по-актерски. Ну, чего тогда? Профессия передается воздушно-капельным путем, как грипп. Это так. И как гриппом ей можно только заболеть. Но это болезнь длиной в жизни. Спасибо большое, Каренкалович, что пришли к нам в гости. Это были кадры. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова